всем привет вы смотрите канал про путешествие travel.ru и сегодня мы отправляемся в рождество у меня за спиной гум эта картинка специально для тех кто говорит что в москве нету снега снег есть он здесь вот вот еще сейчас насыпят и есть наше путешествие рождество начинается с красной площади но откуда же еще рядом с полевым километром и тут на красной площади после того как вы пройдете кордоны ну не кордоны а металлоискатели вы попадете на такой вот замечательный праздник жизни тут и детские аттракционы там дальше каток мы его покажем еще и дальше еще будет ярмарка со всякими пончиками грогом дамы и прочими ништяками куча пряников на разный вкус размеры кошелек вон там 600 рублей груши то всякие сувениры из металла а вот эту палатку с надписью теплая вещь наверное организаторы поставили в надежде что в москве зимой все-таки будет когда-то холодно а мы идем на гум ярмарку там где-то каток вот спрятался за ограждениями вот мы потом попробуем к нему протиснуться а пока пойдем посмотрим какая тут есть обжираловка традиционная кукуруза ну когда же без нее 150 рублей початок деликатесы из дичи вдруг кого заинтересует монеточки кандмейт ну-ка что там получилось монеточки на счастье ночью год 2020 симметричный так что загадывайте желание обязательно сбудется он с любимым президентом можно я предлагаю на богатство на богатство а где то на вот это на богатство или миллион рублей на хоть или богатство богатство дорогие друзья смертельный номер как все по-взрослому в фартуке готова держи молоток стучи сильно еще стоп отходи теперь я добавлю вот это чтобы точно мышка и фея молочинка отлично смертельный номер еще бы не промахнуться только я кузнец своего счастья все а я думал это прилагается он крыска счастье и удачи на богатство но потрудились теперь можно и покушать вон пряники и чай вот если хорошо поискать то где-то еще должен быть глинтвейн который готовится с вином и называется рождественский напиток вот он 250 рублей стоит вот ищите очень вот такие вот чаны так а тут у нас что интересненького а рождественский напиток уличный вариант я расскажу по большому секрету он здесь везде одинаковый вот тут только там есть очередь а здесь мы только подошли и сейчас уже сразу купим ну что как ощущение стаканчик тепленький хорошая штука 250 рублей столько удовольствия а вот и очередь желающих на карусели но кому интересно 200 300 рублей стоят все аттракционы а тут экспозиция от дыма вкусно наверное вот дед мороз а ну вот он каток мы его поймали с другой стороны но перед тем как идти дальше мы решили прогуляться по гуму гуми проходят экспозиция елочек которые нарядили сотрудники вот этих вот павильонов которые здесь торгуются этими разными часами сувенирами и прочими зачем народ приходит гум в этом году гум украшен в стиле таком космическом тут разные спутники фрагменты мультфильмов так или иначе связанных с космосом а сейчас мы двигаемся к двум интересным достопримечательностям гума сейчас мы их покажем вот первая достопримечательность очередь за гумовским мороженым говорят мороженое сделано типа по советским рецептам хотя но по вкусу мы пробовали чистые линии 100 рублей стоит а вот вторая достопримечательность называется исторический туалет вот там всякие внизу диванчики и прочее в общем подписать экспонат стоит 200 рублей посетить менее пафосный экспонат стоит соответственно ближе к первому этажу 100 рублей если подняться повыше 50 но это так если вдруг кому-то понадобится а мы вышли на никольскую улицу так красиво все в гирляндочках там переход на площадь революции к манишке тоже куча народу а мы покидаем красную площадь и двигаемся в европу да действительно это эксклюзивный шанс если у вас нету шенгенской визы вплоть на европейском рождестве и первая наша остановка вот остановка даже обозначение остановка нюрнберг копенгаген посмотрим что там вот так нас нюрнберг копенгаген встречает рождественская мастерская тут как раз проходит мастер-классы по изготовлению всяких украшений открыточек колбаски немецкие и кукуруза как же без кукуруза тогда но народу здесь конечно самая большая площадка конечно же посвящена в москве а вот и прага оплатки но этот как есть вот оплата большая а это такие оплатки маленькие шучу шучу товары для дома чешское стекло по елочка конечно у них поскромней чем московская ну тоже хорошо трудельник да с корицей с орехом он 200 250 рублей соответственно можно купить здесь и карусель . тут тоже какая-то национальная кухня тут родельники тоже чешские колбаски сургуляш рождественский напиток кстати по 250 рублей тоже раньше дороже было а мы продолжаем свой тур в рождество европейское в другие страны а это страсбург вот еще снег в москве только страсбургский то что павильончик с посудой там дальше сувенирчики товары для дома и стола о дед мороз со снегурочкой и такие декорации европейском тоже стиле коллекции елочек причем таких вот декорированных домиков то достаточно много веселая улица 55 и следующий номер сразу 63 точно веселая наш тур европейское рождество продолжается и мы двигаемся к прибалтике посмотрите сколько тут народу и 10 раз подумайте если смысл сюда соваться с колясками с детскими а мы в риге вильнюсе и сразу брюсселе и вене он сколько тут всего сразу собралось так кто тут у нас традиционно всякая обжираловка и куча народа куча куча то что-то какие-то сувениры там деликатесы не знаю что там за деликатесы шпроты что ли о шоколад хочу шоколад а здесь это тоже разные новогодние украшения делают проходим чуть дальше а тот продолжение банкета пончики блинчики пирожки чай написано 79 рублей так что кому подешевле сюда не но запахи кстати тут вкусные просеночка зажарили традиционно звездное небо а здесь рядом кстати вход на каток вот там работает прокат гардеробная вход него бесплатный и там же по вечерам проходят как раз ледовые представления а мы двигаемся дальше на новый арбат посмотрим что там там обещали целых четыре площадки фестиваля путешествие рождество и вот мы как по мгновению волшебной палочки на новом арбате новогодние точилы не иначе как дед мороз на такой катается нас встречает каруселька причем совершенно бесплатная без очереди а там 300 рублей и с очередью ну и естественно все украшено елочками владение 13 этот мастерская где проходит мастер-классы можно на сайте посмотреть мы там все это написали елочек тут прямо много тут наверное на цветочный джем меньше растительности было чем сейчас елок спой птичка но для тех кто проголодался тут ресторан самообслуживание о тоже домики как на охотном ряду так что в принципе если захотите в миниатюре увидеть то что на манежке там на красной площади приезжайте на новый арбат тут тоже есть много всего интересного и чё си котик а вот тут книжечки он тоже шестержество елочка и и книжечки и приставала в этих в ростовых фигур костюмах водку на весь снег все из москвы отвезли он на горке вот здесь можно кататься причем даже мастер-классы проходит по катанию одно это расписание смотрите заходите на наш сайт про расписание сноубордов у нас тоже все написано сайт называется travel.ru как и канал ссылочка будет в описании ну вот собственно говоря и подошло к концу наше путешествие по рождественской москве значит ну по новому арбату можно сказать что ожидание было больше вот на самом деле на манежке там реально интереснее на красной площади вот это все так что новый арбат так уже прицепом можете посетить мы же прощаемся поздравляю всех с наступающим или уже с наступившим новым годом зависимости от того когда вы смотрите это видео и всем пока